Друзья, здравствуйте! Рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня у нас в гостях СОНа. Это специалист по подбору языковых курсов по всему миру. И сегодня тема нашего разговора это языковые курсы США. То есть как краткосрочные курсы, которые можно посетить по визе 1, 2 или уже с оформлением визы ФСОН. Расскажи, пожалуйста, как правильно выбирать школу для того, чтобы получить максимальные шансы для одобрения студенческой или туристической визы. И вторым вопросом будут какие особенности прохождения собеседования. Всем здравствуйте! Спасибо большое за приглашение, за интервью. Что касается США, безусловно, при получении визы в США надо очень серьезно к этому вопросу относиться. Потому что это одна из таких не самых легких стран, скажем так, получения визы. Но при этом как раз-таки именно виза F1, именно студенческая виза, дает возможность даже тем людям, у которых были отказы по турвизам, по F1 визе получить и поехать. То есть не нужно думать, что все, если у меня был отказ, я никогда в жизни больше не попаду в эту страну. Нет, такого нет. Всегда есть возможность. По поводу визы F1, это студенческая виза, которая дает возможность непосредственно учиться на территории Америки. Нужно выбирать определенные курсы, которые нужны для этой визы. Что касается особенностей, что нужно, скажем так, безусловно, если есть хорошая визовая история, это хорошо. То есть чем больше виз, это как бы большой плюс. Самое главное, это иметь привязку к родине, да, то есть это дети, семья, хорошая работа, зарплата, недвижимость, если есть, это обязательно тоже все показываем. При выборе школы, безусловно, нужно выбирать школу все-таки не самую бюджетную, назовем это так, да, или которая такая совсем неизвестная, где-то находящаяся непонятно где, потому что в посольстве обязательно на это обратят внимание. Потому что вы подаетесь на визу студенческую, то есть основная цель поездки у вас обучение, не просто как турист, а именно обучение. А если вы выбираете непонятную школу, где, я не знаю, там год обучения стоит тысячу долларов, да, например, естественно, у них подкрадывается мысль, что ваша цель просто попасть в эту страну, а не учиться. У нас есть, безусловно, ряд школ, я обязательно поделюсь потом с вашими студентами, да, если это заинтересует их, обязательно поделюсь по статистике, какие школы получают меньше всего отказов, да, то есть есть ряд школ, которые по статистике одобрение высокое, именно у посольства, да, поскольку это известные школы. То есть очень важно при выборе остановить свой выбор на хорошую школу. Ну, тут я уже, конечно, помогу. Хорошо, а ты можешь так примерно, там, называть самые топовые школы, да, на которые стоит обучать внимание? Да, конечно, это школа Каплан Интернешнл, да, это всемирно известная сеть, наверное, сейчас первое место занимает, да, по всему миру, и у них в США именно очень крутые школы, и они очень популярны непосредственно в США, это вообще просто номер один. Второе место я бы, наверное, поставила школу EC English, да, у них тоже огромное, European Center, да, называется, то есть это огромнейшая тоже сеть после Каплана, тоже во всех городах и странах мира, в том числе и в Америке почти во всех городах. Есть определенные школы, которые я бы порекомендовала в зависимости от выбора штата, да, то есть в Калифорнии есть школы, которые я бы рекомендовала, в Нью-Йорке есть какая-то другая школа. Но вот школы Каплан и EC, наверное, по статистике, вот они вот меньше всего отказов, когда документы именно от этих школ, то есть подтверждающие документы. Плюс у школы Каплан еще есть с нами договоренность, что они нам дают, помимо самих подтверждающих документов, да, пишут документ, в котором они прописывают, что да, мы берем на себя ответственность за этого студента, мы его принимаем. То есть это тоже дополнительный такой очень хороший, да, документ для посольства, то есть как бы что школа тоже берет на себя ответственность. Это ты уже из практики, да, то есть разработали такой индивидуальный подход, вообще замечательно. Скажи, пожалуйста, по срокам, да, на какие курсы, наверное, две недели как бы тоже немножечко странно выглядит, да, если человек подается, едет, да, там через полмира. Какой срок должен быть, наверное, такой минимальный и все-таки стоимость примерно? Я так скажу, что, безусловно, да, когда человек едет на две недели, странно, да, одно дело, когда на туристическую визу подается и параллельно хочет учиться, это ладно, да, может быть такой вариант, но когда подается человек на студенческую визу и выбирает две недели, странно, потому что первая неделя, она в любом случае адаптационная, да, пока человек привыкает ко всему, что происходит там. Я рекомендую вообще и для, вообще, посольства и в целом для себя, для эффекта, чтобы реально получить то, что ты хочешь и увидеть эффект от месяца, то есть от четырех недель и больше. Тут уже зависит от финансовых вопросов, тут зависит от, там, сколько ты можешь отсутствовать на работе или в стране. Я рекомендую от четырех недель и выше. Вы летите через целый океан, да, хотя бы остаться там на месяц, да, и поучиться, и погулять. Что касается по ценам, если мы берем с вами, там, двухнедельные курсы, минимум школа принимает от двух недель, то есть нельзя, в принципе, выбирать неделю, да, то есть от двух недель и выше. На две недели в зависимости от школ, да, то есть начнется, ну, если там на том же Каплане остановимся, то это примерно две недели обучения, да, именно, то есть обучаться с понедельника по пятницу. И, например, возьмем самый бюджетный вариант проживания в принимающей семье, да, в семье американцев, когда живут, там, завтрак, ужин уже включены в стоимость, выйдет около двухсот тысяч. Двести тире, там, двести пятьдесят, да, в зависимости от того, что мы выберем, какой курс, потому что есть разные варианты проживания и так далее, и так далее. Есть всегда какие-то скидки, для меня есть определенные скидки у школ, да, то есть всегда мы можем подобрать и выбрать такой удобный и комфортный вариант для студента, да, и по цене, и по городу, и по обучению. Вот примерно так, но это только обучение. Плюс, соответственно, перелет, страховка и самовиза. Окей, хорошо. А скажи, пожалуйста, вот сроки оформления документов. Вот, например, студент сегодня заключил с нами договор, готов все, там, оплатить, там, какую-то часть курсов. По сроку на что он может ожидать? Если мы при бронировании курса, да, сразу скажу, что при бронировании курса, мы, когда бронируем курс, достаточно оплатить небольшой аванс, то есть не оплачивается вот эти все там двести тысяч, образно говоря, да, оплачивается определенный процент от стоимости обучения. Буквально в течение трех-четырех дней школа нам высылает документы, подтверждающие уже бронирование студента. То есть студент смело может увидеть в документах, что все, он забронирован. Но мы бронируем не так, что вот сегодня он оплатил и через неделю летит учиться, да. То есть, соответственно, мы бронируем хотя бы за два месяца до поездки, чтобы собрать все документы, подать документы в визовый центр, пройти собеседование. Если вдруг, не дай бог, отказ, чтобы у нас было время на апелляцию подать, либо еще раз податься, либо выбрать другую страну, да, там, при желании. Поэтому я всегда рекомендую месяца за два уже подготавливать все документы и поддаваться уже, записаться на собеседование, да, вот на это вот. Это примерно, то есть, если мы выбираем с вами студенческую визу, есть такой документ I-20, ну, нашим языком назовем оригинал пригласительного, да, от школы со специальным номером студента. То есть мы заказываем курьерские доставки из школы непосредственно в дом прямо студента, да, там, где он будет подаваться на визу. Это примерно две недели. Это примерно, то есть, две недели, пока этот документ до нас зайдет. Вот, поэтому я рекомендую, да, вот прям рекомендую, рекомендую месяца за полтора, за два до поездки уже забронировать курс и собрать уже пакет документов, которые нужны для визы. Здесь, в принципе, все понятно, замечательно. Давай вот в концовочке немножко про собеседование, да, как повысится ситуация, что нужно говорить, что не нужно говорить, да, когда мы едем на языковые курсы. Если мы едем на языковые курсы, есть определенный ряд вопросов, которые, безусловно, будут задаваться всем, абсолютно всем. То есть это какая цель поездки, почему бы выбрали США, а не другую страну, чем вас привлекает США, почему выбор у вас остановился на этой школе, могут задать вопрос. То есть есть ряд вопросов, которые задают всем, абсолютно всем. То есть нужно всегда, если вдруг спрашивают, есть ли у вас родственники, друзья, безусловно, нет. У нас там никого нет, никаких друзей, никаких родственников. Я еду учиться, потому что мне английский нужен для работы, для каких-то целей, да, и поэтому вот хочу в Америку, да, ну, мы подготавливаем, мы помогаем, безусловно, да, с какими-то вопросами там, что говорить, а что там не говорить. У каждого человека свой кейс, каждому нужен индивидуальный подход, абсолютно, да, то есть одному надо привязать обучение к работе, второму надо привязать обучение там к личной жизни там, ну и так далее. Поэтому здесь нужно обязательно понимать, что не нужно нервничать ни в коем случае, чем больше ты нервничаешь, тем больше ты даешь возможности им подумать, что ты иммигрант и тебе есть что-то скрывать. Обязательно нужно показывать по всем документам правдивую свою реальную ситуацию там по работе и так далее, по зарплате, потому что они могут проверить, они могут позвонить на работу, спросить, работает ли этот человек, не работает, нельзя врать, да, то есть при подаче документов в посольство Америки нельзя ни в коем случае врать. Если вдруг поймали, они могут вопросы, документы проверить, откажут и напишут, что не совпадает информация, которая в документах, с той информацией, которую нам дает человек. То есть самое главное, не нервничаем, потому что нам нечего скрывать, мы реально едем учиться и возвращаться, мы не собираемся ничего нарушать и оставаться. Самое главное, не нервничать. Второе, нужно обязательно знать всю информацию о компании, где ты работаешь. Они могут спросить, как зовут вашего директора, как зовут генерального директора компании. Они будут копаться, чтобы понять, что вы не иммигрант. И, конечно же, знать прекрасно ту информацию, которую вам нужно знать о школе. Что это за школа, где находится, какой у вас будет курс, что вы будете проходить. Это, безусловно, мы все дадим. Это мы все расскажем, все дадим, все покажем. Будет куча документов, которые будут с собой студенты брать. То есть в этом плане по поводу визы, что говорит, что нет, со всеми вопросами поможем. Это все не так страшно, как кажется. Спасибо тебе большое за такое вообще подробное разъяснение. Ты знаешь, в разговоре с тобой видно, что у тебя реально большой опыт. В принципе, если бы ты была на собеседовании у консула, мне кажется, вообще там ответишь на все вопросы без записи. Была там три раза, поэтому говорю со своего опыта. Каждый раз разные вопросы. Есть иногда какие-то личные вопросы, но уже тут человек сам как бы сориентируется и ответит. Потому что, ну реально, мы работаем, по крайней мере, с такими студентами, которых, если даже цель поездки какая-то остаться там, да, то есть в будущем и так далее, то это не те люди, которые планируют нелегально оставаться там. Поэтому как бы все спокойно. А там дальше уже, если человек решит остаться, здесь уже я отправляю к вам, чтобы они уже знали вопросы, как остаться легально на территории там США либо в другой стране. Здесь уже, конечно, более профессионалы уже. Алена своей командой. Супер, спасибо, Сон. Смотри, тогда всем нашим подписчикам скажу, что если хотите сотрудничать с Соной, она подберет для вас языковые курсы, связывайтесь, пожалуйста, по номеру, телефончику, который будет указан на экране. Всем, кто смотрит наши видео, кто хочет сотрудничать с Соной по подбору языковых курсов, пожалуйста, пишите по номеру, телефончику, который указан на экране, в WhatsApp. Сона с радостью ответит на все ваши вопросы. Ссылочку на сайт, где можно посмотреть школу, ознакомиться со всеми условиями. То есть все, что вас интересует, мы готовы отвечать вам. И большая просьба, пусть они напишут, что они через, там, да, Алену, там, название компании, потому что для Алены есть специальные скидки, условия, чтобы я понимала, да, вот, адресу, как работает. Окей, ну все тогда, всем пока-пока, до связи. Пока-пока.